Я Марина Максарова, я предприниматель, продюсер двух проектов. 12 лет я занимаюсь маркетингом, и с творчеством я достаточно давно знакома. Но немножко с другого ракурса – это коммуникационный креатив. Здесь используются те же технологии, что и в любом другом творческом процессе. Также создаются идеи, концепции, полностью процесс производства продукта. Они очень похожи. Схожи в том смысле, что любой бизнес, прежде всего, успешен, если в нем есть содержание. Содержание – это идея, которую несет предприниматель, которую несет его команда в общество. Творческий процесс тоже схож именно этим компонентам. И любой продукт, бизнес-продукт или творческий продукт, успешен будет только тогда, когда в нем заложено хорошее видение, хорошая идея. За 13 лет опыта в маркетинге я работала с разными клиентами, с разными нишами. Меня вдохновляют всегда проекты, в которых предприниматель немножко творит. Клиентов более 300, и они находятся в разных регионах. Это Россия, Монголия, Китай, Сингапур, Индонезия. И неважно, в каком регионе они находятся, в какой точке земли, предприниматель, прежде всего, определяет успешность своего проекта. Если предприниматель действительно в своем бизнесе проявляет творчество, в том смысле, что он создает идею качественную, тогда, как правило, проект бывает успешным. Успешным, монетизируемым, и, как правило, он растет и масштабируется. Творчество и бизнес неотъемлемы, и они, мне кажется, друг другу помогают. Помогают, и тут есть классный пример Стива Джобса. Он занимался каллиграфией, и это ему помогало видеть качественный продукт или некачественный продукт. Отличить хороший процесс от плохого процесса. Я в этом смысле, наверное, вдохновляюсь им. Как я попала в проект? Эта история интересная. Мы с Олегом знакомы очень давно, более, уже, наверное, ну, более 10 лет точно. Проект мне очень понравился. С Олегом действительно комфортно работать. То есть это человек, который знает, а что он делает, он сознательно проявляет свое творчество, и это очень важно, потому что я знаю многих творческих людей, которые говорят, я, да, я классный, я крутой, я творческий, но это происходит как-то спонтанно, хаотично, бессознательно, наверное, в какой-то момент. То есть люди не умеют управлять своим творчеством. А Олег тот человек, который действительно знает свое дело. В сентябре прошлого года ко мне пришел необычный молодой человек, его зовут Тимур, он танцор, хореограф, и он открыл тогда, на тот момент, только танцевальную школу. И для меня этот запрос был очень необычным, потому что он пришел и говорит, мне нужен маркетолог. Я говорю, зачем? И он не попросил сделать ему рекламную кампанию. Он хотел разобраться, как должен работать его бизнес. И это второй человек в моей истории, в творческой среде, который осознанно запрашивает какие-то вещи. В плане коммуникации, в плане маркетинга. Тогда возникла мысль, возможно, стоит их познакомить. И так оказалось, что в одном месте мы оказались втроем. Начали, ну, пошел какой-то некий естественный процесс. Мы начали обмениваться, кто чем сейчас занимается, и Олег рассказал про демона. Я люблю такие истории, потому что, ну, во-первых, это классика, Лермонтов, демон, и в нем очень глубокая смысловая нагрузка. Я как маркетолог всегда чувствую такие вещи, они, с одной стороны, злободневные и очень глубокие. Демонизм и таморизм, понятие, которое мы вывели, да, с командой коммуникационной сейчас нашего проекта, он присутствует в каждом человеке. Вы очень долго можете заниматься бизнесом, и в какой-то момент перегораете. Вы становитесь демоном в этот момент. Либо вы занимаетесь одним проектом, бизнес-проектом, и вы гораете в нем, и вы ищете инвестировать деньги в какой-то другой проект или заняться чем-то другим. По большому счету предприниматели часто делают такие порывы, то есть они меняют сферу деятельности, либо покупают какой-то другой бизнес, который их начинает вдохновлять. Потому что, ну, действительно, ты в операционке, в каких-то ежедневных процессах перестаешь ценить, наверное, ту изначальную идею, которую ты создавал. Создавая какой-то новый проект или входя в новый проект, вы становитесь в некоторой степени Тамарой из демона. Вы не знаете, что вас ждет, вы не знаете подводных камней, вы не знаете нюансов, которые могут возникнуть, но при этом вас эта идея вдохновляет, и вы горите ею. И даже когда какие-то мелкие вещи происходят, вы их не замечаете. И в этом есть, наверное, какая-то польза, наверное, для бизнеса. Но у меня... Мне нравится тот кульминационный момент, когда демон влюбляется в Тамару. По большому счету, для меня лично, это поиск баланса. То есть, когда мы приходим в некую серединную точку, то есть не перегораем, при этом не испытываем лишних иллюзий, в этот момент и начинается большой взрыв. В этот момент создается что-то новое, что-то интересное, и бизнес, и творчество переходит на какой-то новый этап своего развития. Возможно, у многих предпринимателей, которые сейчас мне задают вопросы, это непонятная и рискованная ниша, но я так не считаю. Считаю, что это... за этой нише будущее. Об этом говорят очень многие тренды, потому что, если говорить по потребностям по пирамиде маслоу, первые две ступени, они, по сути, в мире удовлетворены. Есть еще момент развития социальных сетей, когда вы можете на ладони своей увидеть весь мир. У вас есть иллюзия, что вы через экран телефона видите северное сияние, Эйфелеву башню, не знаю, поднимаетесь на Мачу-Пикчу. То есть у вас есть ощущение, что вы там, но люди присыщаются этим искусственным миром. Людям хочется чувствовать это тактильно, хочется чувствовать это вот face-to-face, увидеть это своими глазами, не через экран телефона или через экран вашего компьютера или любой другой экран. Я человек-прагматик в любом случае, потому что я занимаюсь маркетингом уже много лет и бизнесом, не первый год. И без системы, без команды, командообразования, без какой-то четкой логики этими процессами сложно управлять. Помимо людей, которые производят продукт, много процессов, которые помогают, чтобы этот продукт появился на этот цвет, чтобы вы о нем узнали. И сейчас вокруг проекта создано несколько команд. Я люблю делать маленькие рабочие группы. С моей точки зрения, это самая эффективная система управления бизнес-проектами. Есть творческая группа, которая непосредственно производит продукт. Есть команда, я ее называю коммуникационной группой. Это ребята, создающие креатив, дизайн, продакшн. И, собственно говоря, вот то, что вы видите сейчас, это создано их руками, фантазией и профессионализмом. Есть еще ребята, которые занимаются управлением проектов. То есть координации ребят, координации, чтобы комфортно было творческой группе, чтобы было комфортно коммуникационной группе, чтобы у них было взаимодействие. И, естественно, ребята, которые монетизируют этот проект, они не продают. Они, прежде всего, разбираются в ДНК продукта. О том, какой результат должны получить люди, соприкасаясь с этим продуктом. пытаются донести пользу тем людям, которые будут нашими партнерами. Что они полезного для своего бизнеса и для себя получат, прежде всего, при соприкосновении с нашим проектом. Это должна быть история, которую... Ценность, которую я всегда транслирую в своих проектах, это позиция вин-вин. Каждый должен остаться победителем. И это несложно. Главное разобраться в желаниях и потребностях друг друга и составить правильную либо коллаборацию, либо какое-то партнерство. Каждый может получить пользу. И этим занимаются, собственно говоря, ребята, которые монетизируют продукт. Плюс сейчас запущены процессы упаковки этого проекта, упаковки как бизнеса, упаковки как продукта и упаковки как проекта, который может масштабироваться. Конечно же, я как предприниматель хочу, чтобы этот проект был масштабируемым. Иначе нет смысла вкладывать такое количество средств, если проект не может, как Тимур говорит, длить. Если он не может длиться и не может приносить пользу многим. Я не говорю о том, что мы завтра достигнем каких-то успехов. Понятно, что мы пройдем все этапы становления бизнеса. Но мы вдохновлены и горим этой идеей. Она нам нравится. И мы знаем четкую пользу, которую мы несем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok